здравствуйте друзья я вам зачитаю вопрос добрый день у меня большое желание поменять все в жизни хорошее желание и начать работать айти хочу начать с тестированием а дальше уже как поведет вопрос том будет ли у меня проблемы в моих начинаниях если я рассеянный и не всегда получается докопаться до мелочей сам работаю контент-менеджером где нужно быть сконцентрированным и видеть все мелочи в технических описаниях продукта но из-за моей проблемы часто получаются ошибки или просто я недорабатывают из-за того что работа по своей специфике не интересно и скучно может у вас есть пару слов что про это сказать спасибо а что тут сказать я помню на этим эту же проблему тоже переиспытывал в подростковом возрасте увлекаясь математикой с одной стороны я был неряшлив в оформлении вычислениях и как не потому что я не мог а потому что мне это казалось второстепенным вот знаешь когда ты учишься физмат школе когда там вокруг все такие на этим идейные и вот эта часть она кажется какой-то муторный недостойный вот нашего внимания и мне это стоило однажды на олимпиаде я две задачи решил невероятные сложности и уже там прямо видел себя я не знаю с крылышками и мне их не засчитали потому что я при оформлении на серьезной олимпиаде там не на районы вот и мне их не засчитали потому что я просто их не довел не досчитал не доглядел вот по невнимательности вот потому что вот это вот верхоглядство и это было таким ударом для меня что я после этого никогда в жизни не делал ошибок вычисления вообще никогда то есть у меня как-то вот что-то так сконцентрировалась и и я уже так так проверял я никакой специальной системы не разработал как именно избегать ошибок вычлений но просто я ввел как-то несколько уровней контроля внутреннего и не никогда в никогда больше не ошибался поэтому что я хочу сказать вы можете себе позволить быть неряшливым несобранным вот вот собственно и все это это просто потому что вот я не знаю конечно нам нам скажут люди медицинские нам скажут что есть люди которые в принципе не могут что они там вот у них внимание другое я согласен что мы все разные к черту говорить то действительно бывает я не видел я честно я не видел людей которые не могли бы собраться если бы его это было сильно нужно но я не то что я там все человечество знаю лично и там да значит если уже вы работаете контент менеджером то ну наверное люди которые вас нанимают они видят вас потенциал как бы это делать теперь что касается айти тестирования и некоторые такой неряшливости в в подчистке хвостов значит понимаете что происходит с точки зрения тестирования зависит сильно от того что вы тестируете с одной стороны конечно не 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 человек не целый департамент не может от тестировать как бы что называется зиры дефект да вот этого до уровня зиры дефект какую-то систему особенно сложную систему если только не брошены чудовищные ресурсы на это если это не связано с жизнью людей и это контролируется каким-то государственным департаментом либо это может быть department of defense там до министерства обороны либо это будет food and drug administration то есть организация которая контролирует то что связано с медициной с продуктами питания тогда вот но там и там все очень дорого и и тоже там полно глюков и господи боже мой вот но все таки если вы тестируете обычный такой так называем бытовой программный продукт для граждан ну там он выходит с чудовищным количеством ошибок это не повод чтобы их было больше быть это не повод сказать но все равно много хрен бы с ним там вообще не будем тестировать там больше меньше все равно там сколько-то будет но есть люди которые как бы находят ошибки такого системного как бы уровня где надо видение иметь они не исключительно быть вот таким крохобором который там это вот по микрончику там подбирает но не знаю насколько я прав но если бы скажем я был бы начальником там какой-нибудь департмента а вы бы ко мне попали на работу я бы вам предложил радикальные средства начать я бы вам сказал что вы занимались кодированием если это в тестировании вы бы занимались автоматическим тестированием если это там просто программирование то зачем вот тем программированием которое там есть в этом есть некоторые парадоксальности потому что в программировании детальки как бы это ну не будет работать мало быть идейным на все таки чтобы еще да значит там ошибки вычистить чтобы все от компилировать заработал и так далее то есть есть ошибки как бы такие неряшливости а есть ошибки допустим в алгоритмах там и тогда так вот чтобы я сделал значит вас программирование работа вот с там отладчиком каким-то она бы вас заставила делать меньше ошибок и быть более внимательным потому что вот нажал кнопочку там она не с ней значит не срабатывает еще раз нажала опять не срабатывает опять не срабатывает каждый раз говорит тут посмотри там посмотри надо так скажет где посмотри что уже стрелять хочется в непонятно где посмотри и в общем я бы вас вот так значит воспитывал то есть через задачи которые невозможно решать без определенного уровня внимания но с другой стороны там есть подсказка до выходит сообщение об ошибках и значит можно делать debugging соответственно и так далее и по мере того как вы это будет будете больше и больше делать вы будете лучше знать себя где у вас там бывают проблемы вы лучше будете знать какие вообще ошибки значит там типовые бываете вы будете с этим легче справляться вот я я например когда занимался вот таким небольшим кодированием вот в автоматическом тестирование по автоматизированным тестированием мне это было очень на пользу я хочу сказать потому что приучало к аккуратности и я вырву вырабатывал даже какие-то методы там борьбы с собой по части того чтобы значит ну избегать вот ошибок по возможности или скажем если они возникают обнаруживать их на на очень ранней стадии и так далее я не может быть это слишком радикально и я бы еще конечно прежде чем вот на вашем месте решения какие-то принимать я бы все-таки может быть со специалистами поговорил потому что если это связано с психикой с общим состоянием физическим человека здоровье там и так далее это одна история нельзя себя ломать если это связано с тем что ну вот некоторые такое присущее многим такое легкое разгильдяйство но с этим можно бороться никаких проблем там нет вот значит борешься и всех делу но в общем-то инженерное дело в целом вообще если вы подумаете о том что такое инженерное дело я в том случае программирование не включаю всякое инженерное дело это приложение физики к какой-то предметной области там электродинамика там до строительство вот там значит сразу там физика статические нагрузки там так далее вот автомобиль писать его сколько физики в автомобиле вот перед нами тут катается значит это инженерное дело и это применение физики значит для чего-то в программировании как бы физики особо нет есть есть разновидности программирование где ты выходишь на уровень там физических устройствам firmware какой-нибудь или там embedded system встроенная система вот эти там там тоже надо это как это такая инженерии а так вот там чертам аплика 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 апликации писать так вот поэтому можно там за несколько месяцев подхватить язык программирования начать что-то производить там если если так голова светлая вперед с физикой сложнее там быстро не получается инженерное дело в общем-то опирается на расчет на какие-то точные измерения и так далее поэтому и инженер не может быть уж совсем расхлябанным другое дело что должна быть система контроля какая-то самоконтроля в первую очередь какого-то внешнего контроля который обязательно присутствует мы знаем в очень многих отраслях инженерного дела в этом смысле вот еще раз программирование тестирование как бы в стороне немножко стоит до тех пор как пока не встраивают в ракету в самолет там бывает так и так бы я сказал я я не вижу большой проблемы если только вам не скажут специалисты что это вот какой-то там дизордер там я не знаю чего нарушение вот тогда конечно другой разговор счастливо